всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 23 мая и так как у нас на улице очень плохая погода и дождь и град чуть ли не снег ничего делать невозможно я решила прийти в теплицу еще раз обрезать листья и рассказать вам какие листья в этот период вот у меня месяц после высадки можно обрезать какие листья лучше оставить и вообще сколько листьев удалять нужно ли много удалять вести вот вы видите что прошел месяц после того как я высадила растение сильно сильно загустились и я зашла думала ну как показать как все объяснить я мастилась мастилась и так и так чтобы все было видно но потом ничего интереснее не придумала опять завалилась сюда вот у меня тут войлочная подстилочка есть конечно когда я работаю я так не делаю я просто встаю буквой зю и обрезаю но сейчас я специально сделала так чтобы вам было видно потому что надо именно вот снизу вот это все смотреть вот смотрите первый раз я обрезала я говорила что я при высадке если заглубляю 1 2 листик прищипываю и потом когда я первый раз через две недели после высадки заходила я все вам рассказывала что я удалила нижние два листа которые обычно или лежат на земле или касаются земли или которые вот при заглублении попали что что они в прикопке как-то короче освободила нижний вот такой ствол у всех томатов но теперь когда листья разрослись особенно у кого-то которые такие плакучие тут нас снова можно найти листья которые снова лежат на земле и во второй раз то же самое правило у меня работает все листья которые касаются земли я обязательно обрезаю но только теперь я обрезаю их не полностью а фрагментарно то есть фрагмент вот лист хороший длинный я половинку его уберу половинка осталось вот тоже уже почти на земле я половинку уберу половинка осталось в этот период я стараюсь сильно не обрезать листья почему потому что я уже говорила что у нас все процессы идут вот в этих листьях и вот это вот листовой аппарат очень важен в тот период когда идет период как завязывание вот этих томатов я показывала что они прямо на перегонки завязываются один за другим и у всех у всех вот эти зеленые яблочки горошинки если в это время уберу листья то помидору просто не хватит сил чтобы сформировать чтобы налились хорошие томаты помидоры поэтому вот настенька смотрите у него такой лист если вот так смерти в прошлом году мерила 30 40 сантиметров в длину и вот все они вот они вот так выпустились вот сюда раз раз я иду по проходу и убираю именно только вот такой фрагмент из трех листиков но это везде по разному опять дождь пошел оставляю пол листа потому что он мог бы быть и покороче ему бы этого хватило а раз он вот так торчит проход убираю здесь тоже убираю во первых чтобы они не мешали мне проходить туда-сюда а во вторых все таки это вот сегодня хорошо посморный день а в жаркий день когда сильно большие листья много испаряя ну как много испарения и им не хватает влаги сильно большие листья кормить тоже томату не тут вот короче нам нужно соблюдать такую золотую середину чтобы им было хорошо и хватило на выкармливание томатов и чтобы сильно вот эти огромные листья тоже растения не кормила и во второй раз конечно снова я проверяю все пасынки вот я здесь обрезала и уже снова наросли вот я даже немного упустила смотрите какие пасынки хотя я не так давно прошло дней 10 неделя 10 дней выросли снова такие огромные жирные пасынки и вот во второй заход когда второе удаление листьев я листья по пол фрагмента удаляю опаски удаляю все они нам не нужны потому что я решила что вот здесь я уже оставила два ствола тут два ствола там один ствол остальные пасынки все удаляю листья больше пока не обрезаю я вот как низ очистила для проветривания внизу я всегда говорю что у меня это золотое правило теплицы нижний ярус должен быть свободен для проветривания особенно сейчас когда погода такая что обе двери мы не можем открыть всего у меня одна дверь открыта и нужно чтобы все проветривалась все прекрасно поэтому я вам советую если вы только начинаете конечно вы каждый потом изберете свой способ формирования свой метод кто-то будет больше обрезать листья кто-то нет кто-то вообще будет делать может вот некоторые лысых помидор делают вообще много обрезают но все-таки листья которые находятся рядом с цветочными кистями и которые вот завязываются где томаты я не советовала бы обрезать они нужны для формирования томатов для налива плодов вообще все что корневая система наверх поднимает ведь у нас перерабатывается все в листьях листья это точно такой же очень важный орган у томатов как плоды как корни и как все остальное все это взаимосвязано и не нужно очень очень много убирать листьев все до свидания с вами была ольга чернова а сейчас я вот там спиридон буду показывать как формировать томат для получения раннего урожая я уже говорила что если хотите супер супер ранний урожай то можно две-три кисти оставлять остальное прищипывать пасынки убирать но некоторые новички вот просят а вы прям покажите вот прям прям как вы руками что вы прищипываете как вы прищипываете что вы убираете вот сейчас пойдем под спиридона и я буду вам там показывать что я у него выщипываю чтоб он пораньше поспел все до свидания как здесь хорошо птички поют солнце светит яблоня вон цветущая град прошел и вроде снова как будто бы весна лето все желаю вам хорошей погоды успехов до свидания